Вот так вот кто-то однажды развил свое воображение настолько, что придумал те блага, которыми пользуемся и по сей день. Например, ну придумал автомобиль, а кто-то потом взял и сел за его руль и поехал. И не только мужчина, между прочим, и даже женщина. И, кстати, в январе 1909 года в Нью-Йорке состоялась первая женская автогонка. И вопреки расхожему мнению, что женщине не место за рулем, прекрасная половина человечества не только прекрасно управляет автомобилем, но еще и становится автомехаником, мотористом, тюнинг-мастером, автоспортсменом, как наша сегодняшняя очаровательная гостья, которую зовут Надежда Сергачева. А она еще по совместительству полуфиналист шоу «Россия рулит». Надежда, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Признаюсь честно, когда я прочитала о вас информацию, и в моей голове также разыгралось воображение, я представляла себе женщину лет 50, у нее будет такой ирокез на голове, татуировки на шее, но когда я увидела вас, я была немножечко удивлена и поражена. Такая милая, такая прекрасная, очаровательная девушка, и вдруг такой необычный выбор профессии, можно это так назвать. Как так получилось? Ну, возможно, все у меня еще в будущем, ирокез там, татуировки все это будет. Но, возможно, чуть позже. Как получилось? Ну, наверное, это все с детства, с, как сказать, с отцом. Я занималась этим еще, не знаю, лет, наверное, с шести. Я помогала перебирать там болтики, каечки какие-то, протирать какие-то детали, и как бы с этого все, возможно, и началось. Дальше уже пошло больше, то есть пошел сначала там тюнинг кузовные, там, моменты там разные, а потом уже и к моторам ближе, и к основному железу. Ну, а сами по себе спортмероприятие, оно одно за другим получается, потому что общаешься в этой атмосфере, в этой тусовке, и, естественно, пришли эти все автомероприятия. Сначала это были первые гонки, которые не совсем там, как сказать, законные, да, то есть какие-то такие уличные. Потом от всего мы этого отошли, уже стали более как бы на правильных движениях, то есть это уже пошли полноценные официальные мероприятия, ну и так далее. Строишь проект, тебе хочется где-то его испытать, ну и получается, участвуешь во всем этом. И как бы со временем ты каждый этап, когда спорта проходишь, и тебе хочется больше и больше, и вот так. Ну вот по поводу мероприятий, Надежда, у меня вопрос. Вот Ирина, когда вас представляла, сказала, что вы еще полуфиналист шоу «Россия рулит». Что это за шоу такое, когда оно проходило? Это, я так понимаю, не в 2020-м коронавирусном году? Нет, это было, да, это было в 2019-м году, это было на НТВ-телеканале, там было шоу «Россия рулит», собрали со всей России автоталанты, так сказать, то есть там были очень разнообразные участники, я в том числе. То есть, ну, прикольно было, в общем-то интересно даже. То есть нестандартные соревновательные моменты на автомобилях с разными локациями. А в чем суть шоу? Нужно было, собственно, выполнять вот такие вот интересные трюки, да, которые мы сейчас видели на экране? Да, были определенные задания от жюри, и их нужно было выполнять. Автомобили давали, предоставлялись самой организацией, то есть не на своем автомобиле, что усложняло задачу, причем не только мне, и там и участвовали некоторые чемпионы разных, там, дрифт в соревнованиях, и засыпали за счет того, что просто автомобиль не свой, ну, то есть тот, к которому привод недостаточно мощный, недостаточно подготовленный. Вот. У меня было задание, я зажигала спичку от сену, вот, такого, дрифти. Ничего себе. Такого формата было задание, в общем-то. Да тут бывает, после новогодних праздников некоторые руками не могут ее зажечь, а тут вот какое искусство. Надежда, скажите, а вот недоверие со стороны мужчин, ну, когда, допустим, вот в тюнинг-ателье они прикатили свою машину, свою ласточку, и тут они, видя, значит, женщину, они вот как-то скептически на вас смотрят или все-таки доверяют? Ну, большая часть в процессе разговора все-таки понимает, что стоит квалифицированный специалист, и разбирающийся в этой тематике, и начинает как бы сразу уже, как сказать, более профессионально общаться, то есть, ну, именно, то есть, никаких предвзятых отношений нет. А бывает, а раньше, особенно, когда я занималась именно только двигателями, то есть, моторами, ремонтом, да, естественно, люди приезжали там в автосервис и говорят, «А, что здесь делаешь?» А потом начинали это снимать на камере, там, приезжать там невидно, там, неожиданно, «Ой, можно мы поснимаем?» «Ой, можно с вами сфотографироваться?» «Да, я первый раз вижу». Ну, как бы, да, такое бывает. Надежда, а бывали? В вашей жизни такие ситуации, знаете, ну, допустим, если едет женщина, у нее что-то случилось с двигателем, там, с мотором, она заглохла посреди дороги, она хватается за голову, скорее звонит мужчине и говорит, «Ай, милый, все, пропала, машина дальше не едет». А если заглох мужчина, то он сразу принимает решение. Вот бывало ли у вас такое, что вы едете по дороге, видите, что стоит припаркованный там автомобиль, мужчина копается там в двигателе, что-то пытается сделать, а вы останавливаетесь и говорите, «А давайте-ка я вам помогу». Было у вас такое или нет? Да, конечно, было, было. И, ну, я девушке в основном помогала один раз, ну, это просто из тех, которые помню случаи, не так давно, но она закипела и не знала, что ей делать, у нее там валил пар из-под капота, и она действительно вышла прямо, чтобы не звонить, а, что делать, кому звонить? То есть у нее было два телефона в руке, она говорит, что я буду сейчас делать, кому мне звонить? Ну, как бы я остановилась, там мы как бы ехали с молодым человеком, со своим остановились, я помогла быстро, раз, не так вообще не ожидала. То есть, ну, именно реакция девушки, то есть, ну, удивилась. Экстренную автомобильную помощь вам может оказать на дороге Надежда Сергачева, поэтому, дорогие друзья, если вдруг где-то на территории Ростова-на-Дону вы заглохли, к вам подошла эта милая леди, не пугайтесь, она профессионал и специалисты точно вас спасет. Надежда, вам огромное спасибо, прекрасного дня и замечательных вам выходных. Спасибо большое вам тоже.